В одни из выходных мы решили съездить в гости к Зубрам. Конечно, не в Беловежскую пущу, а поближе Прёхский террасный заповедник. Прёхский террасный заповедник находится в Московской области в 12 километрах от города Серпухов и считается самым маленьким заповедником России. Почему он называется террасным? Потому что он расположен на террасах долины реки Оки. Выехали мы рано, так как знали из отзывов, что лучше попасть к первой экскурсии, потому что днем Зубры имеют свойство уходить в чащу леса и их можно не увидеть. Приехали даже немного раньше открытия и пока ждали экскурсии, посетили домик Лешего. Оказалось, что Лешие живут себе очень даже хорошо и все у них в порядке. Осмотрели территорию, здесь есть экопарк и активное развлечение для детей, веревочный парк. В свое время ученый Михаил Александрович Заболоцкий решил, что надо восстановить популяцию зубров в России и сохранить ее для будущих потомков. Для этой цели он решил построить в Прёхской террасном заповеднике дом для зубров, где бы они могли жить в безопасности и воспитываться их зубрят. Первые зубры были привезены из Беловежской пущи. Сегодня численность зубров питомники колеблется в пределах 50 особей. Вот все экскурсанты в сборе, пришел гид и можно отправляться в гости к зубрам. Идем по дорожке, с обеих сторон нас окружает лес. В лесу бегают волки, пятнистые олени, лоси, рыси. Их можно фотографировать и не бояться, потому что они не настоящие, а картонные. Вдоль дороги много стендов, рассказывающих о животных, населяющих заповедник. Без экскурсовода здесь делать нечего, нам повезло. Кроме нас на первую экскурсию желающих не было, и мы шли втроем. А вот уже следующая экскурсия была в полном объеме. Вот так зубры купаются в жаркий день. Такие земляные ванны принимают, которые заменяют им водные процедуры. Немного защищают от мух, мошек и комаров. Я поразился тому, что экскурсовод знает всех зубров поименно, знает всю их родословную, в каком загоне какие зубры живут, сколько численность их семейства, когда каждый родился. Мне казались все зубры на одно лицо или на один вид, а экскурсовод легко их различал и описывал их характер, нравы, их любимые привычки. Все они живут на своих территориях, каждое семейство отдельно. Территория определена им, исходя из количества особей, без расчета, чтобы им было достаточно прокорма. Конечно, их подкармливают, постоянно дают витамины и прочую зелень, необходимую для их организма. Кроме зубров, есть здесь еще и бизоны. А я вот думал, что они вымерли, точнее их истребили в Америке. Бизоны и зубры отличаются своей формой, разница в положении головы. Зубр лесной, у него голова выше, бизон степной и голова расположена ниже к земле. Как вы видите, нам повезло и мы смогли лицезреть зубров, они еще не успели идти в чащу от дневного зноя. Не всех, конечно, увидели. Большинство уже убежало в лес на отдых, подальше от туристов. Старейшие зубров питомники это Мугли 2002 года и Мугдалена 2001 года рождения. Они считаются ветеранами зубрового питомника и живут парой. Вы обратили внимание, что имена зубров начитаются на букву М, а это неспроста. В питомнике существует строгие правила подбора кличек. Все бизоны должны начинаться на слог Ма, а зубры на Му. Всего 100 лет назад во всем мире осталось только чуть более 48 зубров и они находились на грани полного исчезновения. Сейчас благодаря таким питомникам численность зубров растет. Зубров показывают в специальном демонстрационном загоне. Питомник запрещено приходить посетителям со своими домашними животными, потому что одни зубры их боятся, а другие, наоборот, могут их напугать. Ну и конечно, всех посетителей предупреждают, что зубров не надо кормить нашей человеческой едой. Это может навредить их здоровью и, как написано на одном из стендов, не хватает вполне сочной травы и веток. Вот и конец экскурсионного маршрута. Приятная прогулка завершена. На обратном пути решили посетить небольшой музей, посвященный животным и растениям данной местности. И через дорогу от заповедника есть небольшая деревушка, пара домов и пруд, вокруг которого интересно пробежаться и полюбоваться природой. Вот так мы съездили в гости к зубрам. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok